Это очень хорошо быть вместе, и я сегодня с большой радостью хочу начать его со свидетельства. Несколько дней назад у меня начался какой-то вирус, температура. Было там буквально две ночи очень тяжело, 39, держалось ровно. И ну так, плавало, но в пятницу вот за меня молились пастыря. Сейчас двойное благословение здесь такое. Вот Геннадий Анатольевич, Валерий Михайлович, мой драгоценный пастырь, с которым мы прошли больше 10 лет вместе и в одной церкви, и в служении. Это человек, который вел меня в покаяние в 2006 году. Это очень наша близкая семья, Валерия Михайловича, Наталья Ивановна. И знаете, когда за меня помолились, мне стало легче. Вчера мы встречались с братьями, Антон вот с нами был, и за меня помолился Геннадий Анатольевич с руковозложениями. Я почувствовал прям, как холодок такой пошел, и мне стало значительно легче, и сегодня я без температуры. И я благодарю Бога, и это слава Богу за это. И сразу, знаете, меня такая радость вчера еще посетила, и пришло сразу много хороших мыслей, там откровения по бизнесу. И пришла такая хорошая мысль, и я хочу с нее сегодня начать наше служение. Вот такую фотографию я попросил найти в интернете, когда человек словил волну. И там не видно его эмоций, но они, прям он словил волну, и он очень радостный и восхищенный тем, что, знаете, есть такое выражение, что ты словил волну в этой жизни. И когда ты ловишь волну, то здесь самое важное понять всю концепцию, все мироздание, что прежде всего ты родился в эту жизнь, и Бог дал тебе вообще достичь до этого. Этот океан, эта прекрасная волна, это тоже великое творение Божие, и он поднял эту волну, а ты лишь только ее словил. И знаете, это простая мысль, она так меня вчера накрыла, и я думаю, ну на самом деле оно так и есть в этой жизни, что Бог все готовит для нас, и Он делает так, чтобы мы взобрались на какую-то вершину, чтобы мы достигли какого-то успеха, чтобы мы сегодня собрались на это воскресное служение, и это все для того, чтобы мы познали, как Он велик, и как Он любит нас. И это хорошо, когда мы даже иногда мы говорим, слава Богу за это, слава Богу за это, и начинаем потом, может, смущаться. А что я постоянно говорю, слава Богу? Ну, вы знаете, слава Богу за все. У нас бывают разные периоды в жизни, но классно, когда мы ловим волну, и у меня был еще один такой практический, но духовный, расскажу, опыт. Вот пять лет назад мне, когда Бог взял служение, вот, в котором мы сейчас служим здесь, тоже ужины проводить, и Бог дал помазание просто говорить людям на улице о Христе. И это начало происходить ежедневно и очень много раз. И, знаете, я просто был в восхищении, в восторге, две недели я ходил в таком азарте, и я своему другу позвонил и похвалился. Я говорю, у меня, говорю, постоянно каются люди. И знаете, что произошло? Ушло помазание. Просто люди стали бегать от меня, я за ними, и ничего не происходило. Недели три я мучился и бегал за ними, и не получалось. И потом я задаю вопрос Богу, ну, как так, Господь, Ты же вот дал мне это помазание, и Дух Святой внутри реально проговаривает, ну, почему у Тебя не каются теперь люди? И я говорю, Господи, прости, это Ты, это только Твоя работа, это только Ты делаешь через меня, и я пошел тогда к своему лидеру в этом служении, я покаялся и говорю, я присвоил славу Божию. Он говорит, ничего, брат, это Твой рост. Помолился за меня, и, знаете, помазание тут же восстановилось, и опять Бог начал давать людей. И поэтому я это все говорю к чему? Прежде всего, себе напоминаю, конечно же, и всем нам, что каждый наш успех, он призван прославить Бога, потому что это Он подготовил нас к этому успеху, это Он нам дал этот успех, для того, чтобы мы прославили Его. И это может стать нашим свидетельством, благодаря которому люди могут услышать о Боге. Поэтому давайте сегодня начнем это прекрасное служение. Встанем, попросим, чтобы Дух Святой посетил нас, благословил нас и был с нами здесь. И мы прославляем Тебя, Господь, драгоценный Бог наш, всемогущий Творец, Создатель неба и земли. Мы просто восхищаемся, превозносим Тебя, возвеличиваем, Господь, и говорим, что на самом деле Ты альфа и омега, Господь. И Ты есть начало и конец, Господь. И все, Господь, оно призвано прославить Тебя, Господь. И моя жизнь, Господь, моя жизнь, жизнь каждого из нас, это, Господь, Твое, Господь, Бог мой, Твоя милость, Господь, Твое величие, Господь, и Твоя любовь, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, и мы прославляем Тебя, и мы превозносим Тебя, и мы возвеличиваем Тебя. И мы говорим, Ты на самом деле великий, Господь, и нет таких, как Ты. Ты всемогущий. И мы приглашаем Тебя, великий Бог наш, во имя Иисуса Христа, Святой Дух, наполни это служение, наполни хвалу, наполни поклонение, наполни наши сердца. Произведи то действие, которое Ты хочешь, которое Ты запланировал, Господь. Дай исцеление, восстановление, Господь, наполни истинными откровениями, Господь, и веди этот ход служения. И дай нам идти за Тобой и наслаждаться, и видеть Господь, как Иисус видел, что творит Отец, так дай нам видеть, что Ты творишь на этом месте. А мы Тебя за все благодарим и славим, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.